Доброй ночи, Страж! Ну или с добрым утром! Это еженедельный экспресс-обзор статьи на этой неделе в Банже от 12 сентября. И вот что у нас из новостей. Во-первых, новый календарь. Дорожная карта на грядущий сезон Бессмертия. 1 октября стартует само дополнение, включающее в себя уже сразу большой кусок контента. 5 октября стартует новый рейд и с первым же закрытием рейда начнется вторжение вексов по всей Солнечной системе. Затем будет усложняться новый режим ночных кошмаров, стартанет железное знамя, новый квест на экзотический лук, не револьвер и так далее. Сохраните себе календарик, чтобы он был под рукой. Ну а следующий блок статьи огромен. Тут разработчики говорят о нерфах и бафах в балансе оружия. На этот раз о ПВЕ большей частью. Интересного немало. Полная версия будет в группе, но самым сочным я познакомлю вас прямо сейчас. Для начала новая деталь о грядущей системе модов. Мы знаем, что теперь они будут разблокироваться без возможности удаления, примерно как орнаменты или проекции. Ну так вот, отдельно сообщили, что если ваш единственный модификатор уже стоит на пушке, то для разблокировки этого мода нужно получить его еще раз. Автоматом увеличили урон в ПВЕ на 30 или 25% в зависимости от ранга врага. У луков также урон в ПВЕ против обычных врагов увеличен на 31%, против сильных на 25%. Пулеметом урон в ПВЕ подняли против обычных врагов на 25%, но при этом порезали эффективное расстояние. Револьвером подняли урон в ПВЕ против обычных врагов на 30%. Кроме этого, у легких и адаптивных револьверов будет новая анимация при стрельбе в прицеле, которая призвана увеличить точность при быстром темпе стрельбы. Импульсным винтовкам в ПВЕ против обычных врагов увеличили урон на 28%, снайпам в ПВЕ против обычных врагов увеличили урон на 47%, против остальных врагов увеличен на 20%. Экзотические винтовки, кстати, будут переработаны, но индивидуально, исходя из перков. Урон в ПВЕ для пистолетов-пулеметов против обычных или сильных врагов увеличен на 22%, как-то отдельно выделять или нерфать или бафать паука-отшельника при этом не стали. Экзотическому револьверу багрец увеличили урон в ПВП, так что иди выбивай. А милому делу увеличили и магазин, и урон в ПВП, и урон в ПВЕ. Будут ли его использовать теперь? Посмотрим. Фармите суд, Стражи. Я вот впервые, да. Так вот, 17 сентября нас ждет еще одно позитивное изменение. Все отрицательные модификаторы суда будут убраны. Теперь возможные моды активности следующие. Тяжеловес, гранатометчик и драчун. Так что, если ты хотел хороший ролл какой-то из пушек сезона Скитальца, теперь их получить куда приятнее. Ну а с вами был Джонни Лейни. Не забывайте прожать лайк, подписку. Все вот это вот. Хорошего дня. Счастливо.